Девушки отдыхают Так, ну, куда бы их поставить? Ну, зачем ты их на урок притащила? Ну, как зачем? Ну, это же красиво! Конечно, красиво он, Зубу! Ну, красиво, красиво! Ну, поставить-то негде! Или ты их собираешься в лапах держать? Нет, нельзя! Завянут! Шунь-Шунь, смотри, что я нашла! Тут и вода есть! Ну, что это? Чашка какая-то! Сейчас урок начнётся, а мы что, чайомничать собрались, что ли? Да не ворчи, Зубу! Чашку эту можно использовать, как вазочку! Ну-ка! Здорово! Приветствую, юных любителей математики! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, профессор Пифагор! Ну, какая прелесть! Вот видишь, Зубок, даже профессоры математики любят цветы! Ну, всё-таки им не место в какой-то чашке, цветы должны стоять в вазах! Ну, а если вазы нет? Ну, тогда... тогда... тогда я не знаю! А я думаю, Зубок, что поставить цветы в чашку весьма находчиво! Хе-хе! Это я придумала! Ковалю! Ты нашла необычное применение обыкновенной чашки! А что значит необычное применение? Ну, вот чашки для чего используют? Чай из них пьют! М-м-м! Или сок, или компот! Да! А вот использовать чашку как вазочку для цветов – это и есть необычное применение! Давайте-ка попробуем придумать, как ещё можно использовать чашку! В чашку можно положить мокрый песок, потом перевернуть и... оп! Получится песочное пирожное! Несъедобное пирожное! Ну и что? Пирожное для кукол! А если чашку перевернуть и обвести карандашом, будет окружность! Да какая ровная! Угу! Мне тоже придумывать? Ну да, если сможешь! Ну, конечно, смогу! Так, сейчас... А! Зимой чашку можно надеть снеговику на голову вместо шляпы! Хе-хе-хе! Смешно, Зубок! Профессорка, а вы? Ну, вы тоже что-нибудь придумаете? С удовольствием! Этой чашкой можно что-нибудь накрыть для сохранности, так сказать! Например, недоеденное яблоко! Ой, профессор! А давайте, давайте продолжим! Так интересно получается! Хе-хе-хе! Именно этим мы займёмся на сегодняшнем не совсем обычном уроке! Итак, возьмём, пожалуй, вот это! Вот это да! Да как же можно пустую бутылку использовать? Разве только воду в неё налить? Или там квас? А вот и сообразите, друзья мои! Я начну, а вы продолжите! Одна моя знакомая, которая очень любит печь, использует пустые бутылки, чтобы раскатывать тесто! Хе-хе-хе! Точно! Да-да! Наливает в них холодную воду, и тогда даже самое липкое тесто не прилипает! У меня тоже есть идея! Из такой бутылки можно сделать кормушку для птиц! Хе-хе! Хорошо я придумала, а? Угу, неплохо! А ещё можно поставить её подальше и сбивать мечом, как кеглю! Или набросать в неё мелких камешков, закрыть крышкой, и бутылка станет погремушкой! Лучше гречневой крупы, как в маракасах! О, вижу, ваше воображение разыгралось! Это прекрасно! Предлагаю вам самим выбрать по одному предмету и придумать, как его можно необычно использовать! А потом предложить придумать остальным! Ну, кто первый? Я! Мой предмет – карандаш! Если под рукой нет морковки, то карандаш может стать носом снеговика! Хе-хе! Что, Зубок, по зиме соскучился? Снеговиков вспоминаешь! Я все времена года люблю, вот! А я думаю, карандаши можно брать вместо счётных палочек, например, ну, если их много! А я весной пускала кораблики в ручеке и делала из маленького карандаша мачту. Подойдёт? Ещё как! Веснушка, а ты уже придумала свой предмет? Да, лист! Простой бумажный лист! Из него можно смастерить самолётик! Или кораблик! Ну, да, ну, я имела в виду смастерить что-нибудь эдакое! А ещё можно лист свернуть в кулёк и насыпать туда, ну, например, конфет! А ещё можно использовать лист как закладку для книжки, только его надо сложить несколько раз! Угу! Или постелить лист на стол, как салфетку, чтобы не испачкать стол, когда нет скатерти! А теперь мой предмет! Это носовой платок! Вот такой, как у меня! Шумя, и каким же необычным способом ты его хочешь использовать? Например, завязать по уголкам узелки и сделать панамку! Ну, жару очень пригодится! А можно завязать один узелок на память! Если надо запомнить что-то важное, посмотришь на узелок и сразу же вспомни! А ещё его можно взять за уголки и свернуть в верёвочку! Ну, мало ли! Может, пригодится что-нибудь к чему-то привязать! Прекрасная идея! Я вами очень доволен! И, ребят, прошу, самостоятельно, без помощи родителей, придумать, как самые обычные предметы можно использовать необычным образом! Договорились, да? А сегодняшний урок закончен! Да! Завяжите на память узелок! На следующем уроке у нас викторина! До встречи через неделю в Шишкиной школе, юные любители математики!